Елена Данхауэр и Ральф Азинбас, представители интеркультуры, занимаются подготовкой девятых всемирных хоровых игр, которые пройдут в Сочи с 6 по 16 июля. Конечно, для нашего города, да и в целом для всей России это абсолютно новый проект. Конкурс поющих людей будет проводиться на всех городских площадках и в первую очередь в Олимпийском парке. Здесь организаторы побывали в каждом ледовом дворце. Потрясающе то, что все это построено для Олимпийских игр, потрясающие впечатления и от Ice Palace, и от большой. Здесь невероятные ступеньки, которые ведут к этому потрясающему зданию. Мы рассматриваем сейчас для церемонии открытия и закрытия данной площадки. Мы в большом восторге. Именно сейчас организаторы обсуждают, как, например, хоккейная арена станет огромной сценой и сколько зрителей сможет здесь разместиться. По предварительной оценке, свыше 10 тысяч человек только в ледовом дворце большой. Невероятно то, что мы постараемся в этот раз соединить невероятную русскую культуру с международным культурным опытом и воссоздать что-то единое, вот такое особое событие здесь, на русской земле. История хоровой Олимпиады началась в столице Верхней Австрии, в городе Линце, в 2000 году. И с тех пор международное хоровое движение активно развивается. Праздник музыки проводился затем в Корее, Германии, Китае, Америке и Латвии. Он собирает до 20 тысяч человек, но в прошлом году в Риге был побит рекорд. Приехало 27 тысяч человек. Сколько соберется в Сочи, неизвестно, но еще есть время, чтобы продумать все до мелочей и подготовить все площадки, в том числе и в центре города. Будут задействованы в обязательном порядке зал органной камерной музыки, зимний театр, концертный зал фестивальный. Это очень раскрученный бренд среди коллективов, которые занимаются всеми направлениями хоровой музыки. И это девятые всемирные хоровые игры. То есть восемь раз до того, как приехать в Сочи, эти игры в мировом пространстве проходили. И они всегда собирают большое количество зрителей. Уже есть фан, публика, которая ездит за этими хоровыми играми. Они приезжают в составе или в сопровождении тех хоровых коллективов, которые приезжают к нам. Во всемирных хоровых играх могут принять участие все любительские хоры, вне зависимости от их национальности, музыкального жанра, которые они представляют, их художественных амбиций. На сегодняшний день заявки подали более ста хоров мира. Первыми стали индонезийцы. Раз в два года хоры всех частей света встречаются на Большом празднике музыки, который был образован 15 лет назад для объединения народов. Ведь всем известно, музыка – это один общий язык для всех. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.